Чем отличаются телевизоры 6 от 7 серии? Что они умеют и какие модели бывают? Давайте разберемся со всем этим подробнее. Для начала разберемся с отличиями между сериями. Первая технология показа 3D. У 6 серии есть и пассивное и активное 3D, а у 7 серии только пассивное. Второе отличие дизайн. У телевизоров 7 серии рамки вокруг экрана, сам корпус чуть тоньше. Последнее отличие пульт. У 6 серии он обычный, у 7 с полноценной клавиатурой. Теперь давайте разберемся с моделями. Итак, первая цифра – это серия. Вторая – модель. Модели могут отличаться наличием тех или иных возможностей. Об этом мы еще подробно поговорим. Третья цифра – дизайн. У одинаковых моделей могут слегка отличаться отдельные элементы оформления. Например, вот так. Последняя цифра – модельный год. Девятка обозначает, что это телевизоры 2014 года. Одна из главных фишек Philips, подсветка Ambient. Только ради нее можно купить этот телевизор. Она светит на стену за телевизором теми цветами, которые сейчас преобладают на экране. Выглядит очень необычно. Подсветка бывает трех- и двухсторонняя. А у моделей с индексом, начинающимся на 61 или 64, ее нет. 3D, как мы уже говорили, может быть активным или пассивным. Активное – это значит, что вам понадобятся дорогие очки, работающие на батарейках. Но качество 3D будет лучше. Пассивное – очки дешевые, глаза меньше устают. Качество чуть хуже. Набор разъемов, как и положено с современным телевизором, огромный. Несколько USB, 3 или 4 HDMI, Ethernet и так далее. Вот только новые тюнеры DVB-S и S2 не установлены в моделях с индексом 61 и 63. Smart TV у всех телевизоров одинаково. Можно смотреть видео на YouTube или Vimeo. Есть клиенты для Twitter, Skype и Facebook. Тут, кстати, пригодятся пульты 7 серии с полноценной клавиатурой. Печатать так же удобно, как и на обычной клавиатуре. Этот же пульт спасет вас и при серфинге в интернете. При помощи сервиса MyCloud можно смотреть десятки телеканалов просто через интернет. Выбор огромный, но пока русских каналов практически нет. Хотите посмотреть видео, снятое на телефон или планшет на большом экране? Для этого есть приложение MyRemote. Устанавливаем его, и теперь можно отправлять видео с планшета на экран телевизора и наоборот. Смотреть расписание телеканалов и переключать каналы или регулировать громкость. Подключив к телевизору карман с жестким диском, можно настроить запись с ТВ-передач по расписанию. Или же просто загрузить на жесткий диск коллекцию фильмов, музыки и сериалов. Телевизоры поддерживают все популярные форматы файлов. К качеству изображения вопросов нет. Все модели поддерживают Full HD, а модели 6809 и 7809 вообще оснащены Ultra HD-матрицами. Если собираетесь покупать телевизор на годы вперед, стоит обратить внимание именно на них. Ну а если присматриваться к моделям с большой диагональю, там преимущество UHD экрана будет еще более заметно. Еще одно отличие – герцы. Чем дороже модель, тем их будет больше. Вплоть до 800 герц по технологии Perfect Motion Rate у модели 7509. Соответственно, чем больше герцев, тем более плавную картинку мы увидим на экране. Вот и все. Мы рассказали о всех самых главных возможностях и отличиях между телевизорами 6 и 7 серии от Philips. Вам осталось только выбрать модель, которая понравилась больше всего.